Мы продолжаем разговор в рамках лекции о мусульманской Испании, и сюжет этого эпизода – это история Кордовского Эмирата. Эта история начинается в середине восьмого века, когда, как вы помните, мы об этом говорили, в Дамаске происходит переворот, в результате которого был убит халиф Марван II, истребленные его родственники практически все, но не все, как мы увидим, но практически все. К власти пришла династия аббасидов. Бежать удалось немногим, но один из тех, кому удалось, доставил потом очень много главной боли аббасидам. Это был юный внук халифа Хишама по имени Абдар-Рахман ибн Муавия. Он бежит из Дамаска, по всему северу Африки, до западной оконечности практически, до Барокко, где поднимает свое знамя. Он принимает титул Эмир, подсказывая тем, кто еще не догадался, что он из рода халифов, что он, как мы сейчас бы сказали, королевской крови. Под его знамена встает довольно серьезный континент берберов, североафриканских племен. И потом уже, когда он переправится в Испанию, к нему будут переходить довольно большое количество местных мулади, как называли местное население. Абдар-Рахман, опуская довольно серьезные несколько лет подготовки, бросает вызов наместнику Аль-Андалуса, Юсуфу Аль-Фихри. И в итоге наносит ему ряд серьезных поражений, свергает его и берет власть в свои руки. Здесь еще раз просто подчеркну, видите, я говорил, что нам пригодится титул Вали. И вот Вали – это титул наместника, не имеющий никакого отношения к руководству, к лидерству. Это титул того, кто замещает векарий, латинский, если хотите. Того, кто управляет, но не правит. Титул эмир. Амир – это титул военного командира, ведущего в бой мусульман. Это титул человека, претендующего на светскую политическую военную власть. И первое слово этого титула ненавязчиво намекает, тем, кто еще не догадался, на полный титул халифа. Амир Аль-Маменин. В данном случае титул Абдар-Рахмана звучит «Амир» в полном виде «Амир» аль-Маслябин. То есть, он показывает, как сказать, халиф, но не совсем. Из рода халифов, но не халиф. И многие, кто уходит от Юсуфа Аль-Фихри на сторону Абдар-Рахмана, переходят именно привлеченные титулом. Вот, собственно, вот это важно. Таким образом, в 756 году Абдар-Рахман свергает Юсуфа Аль-Фихри и устанавливает «Эмират». И устанавливает «Эмират», который просуществует, смотрите, до 929 года. А в 929-м мы об этом еще будем говорить. Один из наследников дальних Абдар-Рахмана, его тезка Абдар-Рахман III, примет титул халифа, претендуя тем самым на высшую духовную и военную власть. И дальше будет существовать с 929 по 1031 год будет существовать уже Кордовский халифат. А, значит, еще несколько замечаний. Мы дальше будем говорить, может показаться и по картам смотря, и так вот по ощущениям, что «Эмират», а потом халифат – это, в общем, очень прочное территориальное образование, практически арабское государство, как об этом иногда пишут. Нет, вот это вот очень важно – нет. Ни государство, и даже не очень прочное образование. «Эмират» будет состоять, вы видите, из 28 провинций. Провинции, как правило, будут, границы провинции будут определяться границами тех или иных арабских племен, так называемых Бану. Вот границы того или иного племени Бану, да, станут границами провинции, той или иной провинции Эмирата. Наместники в таких провинциях, как вы догадываетесь, это племенные вожди. И единственное, что их держит в составе Эмирата, и что, собственно, позволяет им считаться наместниками, это клятва личной верности, которую они приносят Эмиру. Это клятва личной верности, ну, дальше это и единая религия, понятно, вот, и религиозная этика. Но отсюда, собственно, и вытекает, что власть наместников бывает, конечно, и номинальной, когда они назначаются Эмиром, но не признаются своими людьми, а бывает и практически неограниченной, когда Эмир, ну, хорошо, если может рассчитывать на воинов из этого племени, или на какие-то податные поступления, да, но ничего изменить он там тогда уже не может. Вот сейчас, пожалуйста, внимательно на экран, ну, слева, понятно, это Дирхем, серебряная монета, которую чеканил Абдар-Рахман I. Но если вы посмотрите на генеалогическое древо, то вы увидите, что Кордовскому Эмирату необыкновенно везло первое примерно сто лет своего существования, чуть меньше. То есть от Абдар-Рахмана I, где-то до правления Мухаммада I, да, потому что после смерти Мухаммада I уже начинают править, собственно говоря, слабые эмиры, да, Аль-Мундира, Абдаллах, и они почти упускают из рук власть, Кордовский Эмират сползает в пучину Дрязг, из которых его удается достать только Абдар-Рахману III. Но до Абдар-Рахмана III мы с вами еще дойдем, а пока мы поговорим о тех эмирах, которые были между Абдар-Рахманом I и Абдар-Рахманом III. Как, собственно, племенная, вот видите, Глуда и Эмират, очень рыхлая структура на самом деле, очень рыхлая, очень непрочная, практически все вот эти вот бану, входящие в состав Эмирата, заявляют рано-поздно о своем выходе из него, о том, что они не хотят больше, хотят отдельно жить на белом свете. Вот те звездочки красненькие, которые вы видите на карте, это на самом деле точки бунтов, точки бунтов и заявлений о выходе из состава Эмирата тех или иных глав племен вот этих самых бану. В этом плане одно из самых значительных восстаний было восстание Бану-Кази середины IX века. Они располагались, посмотрите, пожалуйста, север арабских территорий, с, соответственно, городами Тудела и Левида. Тудела и Левида. И понятно, что вот этими дрязгами среди арабов, вот этими восстаниями, этими объявлениями о выходе из состава Эмирата умело, ну или не очень умело, это как получалось, но умело обычно пользовались христианские монархи к короле Астурии Леона, которые традиционно вот эти вот нескольких первых веков играли на распрях внутри арабского мира, потому что схватываться на грудь с всей силой, которую мог выставить Эмират, у них не было ни средств, ни сил, ни желания. А вот поссорить нескольких представителей разных племен и посмотреть, что получится, это совсем другое. Показательно вернемся к Эмирату, то, что власть реагирует на вот эти попытки сепаратизма и репрессиями. То есть, власть не чувствует Эмир и не чувствует своей силы, на самом деле. Собственно, именно поэтому, ну вот эти вот знаменитые две, две, собственно, резни, устроенных Аканом Первым, «День Ирва» и «Кровавая баня» в Толедо и в Кордове. Не случайно власть отвечает террору, не случайно она отвечает репрессии. В этом плане можно запомнить, да, террор и репрессия – это признак слабости власти, неуверенности ее в себе. Когда власть чувствует, что ей хреново, что трон шатается, что вообще никто не слушается, тогда правители пытаются напугать, то есть, развернуть как раз репрессии против своих подданных. Когда к власти после Сталбатя Аль-Хакам Первого пришел Абдер-Ахман Второй, он попытался изменить сложившуюся ситуацию. Это один из самых ярких эмиров за всю историю Эмирата, один из самых сильных лидеров и самых мудрых лидеров. Он разворачивает целую программу реформ. С одной стороны, разворачивается административная территориальная реформа, изменяются границы провинций. Наместникам в Али выдается довольно широкая степень автономии, но при этом монополия на военную власть, на чеканку денег, на судебную власть вам нет, но вот чеканка денег, да, военная власть практически, да, то есть, объявление войны, заключение мира и так далее. Вот эти полномочия удерживают за собой центр Кордова, да, и Кордова становится одним из самых богатых городов, к всему прочему, из самых роскошных городов полуострова. Там строится знаменитая Кордовская мескита, да, вот посмотрите на её интерьер, хотя бы на фотографии, да, вообще, конечно, надо поехать погулять, посмотреть. Вот. Абдаррахман II стабилизирует финансовую ситуацию, закрепляется, вводится новый дирхем, дирхем Абдаррахмана II, фиксированный вес, очищенное серебро и тому подобное, да. В армии, обратите, пожалуйста, внимание, что делает Абдаррахман. Он сокращает число ополченцев в армии. Он практически перестаёт рекрутировать в действующие военные силы местное население. По целому ряду причин можно, конечно, сказать, что он стремился сохранить людей, но нет. Как я же говорил, да, Эмират раздираем племенными распрями. Набирать представителей разных племён, это увеличивает риск, что они вцепятся друг к другу в глотки, стоя, собственно, в одном строю, да. А взять наёмников? Наёмники воюют за деньги, за верность. Они дарят свою верность за деньги. И Абдаррахман идёт именно этим путём. Он увеличивает количество наёмников. Наемники идут двух, в основном, видов. Это берберы, которые будут потом называть новые берберы, да. И это сокалиба. Сокалиба – это рабы-славяги, которых покупают, но потом освобождают, да, и позволяют служить. И, собственно говоря, мы увидим после распада уже халифата, да, мы увидим ряд королевств, основанных бывшими славянскими рабами. Параллельно с этим Абдаррахман II укрепляет флот. Строятся военные порты. Вы видите, да, в Севилье и в Альмирии. И постоянно идут рейды на христиан. Зачем, почему? Ну, прежде всего, потому, что рейды на христиан играют такую мобилизационную роль. Абдаррахман II с их помощью удается поддерживать свой имидж среди населения. Мы постоянно воюем. У нас постоянно есть фраг. Мы постоянно на него ходим в походы, грабим, хватаем пленных, так далее. Пока мы победоносны, вы не будете против нас расставать, да? Из самых громких походов это вот походы на Барселону и Нарбонну. В самом же Эмирате результат, собственно, даже не результат, а продолжение реформы Абдаррахмана идёт в другом немножко ключе, да, в другую сторону. Во-первых, реформируется придворная процедура, усложняется ритуал. При дворе появляется кружок поэтов, учёных, художников. Сам Абдаррахман пишет стихи и любит читать их вслух и много чего знает. Параллельно ужесточается политика по отношению к иудеям и христианам, извините, пожалуйста. Принимается ряд законов отягчающих положение христиан в Эмирате. Христиане отвечают на это движением добровольных мучеников во главе с таким пресвятым евлогием, да? Но мы о них поговорим отдельно немножко позже сегодня, в одном из последних эпизодов лекции. Пока просто зафиксируем, что вот такое движение добровольных мученичеств было. И, наконец, параллельно с этим, как вы видите, Абдаррахман второй ведёт довольно серьёзную строительную программу. Помимо того, что основывается ряд городов, даже Мурсия заново основывается. реконструируется укрепление в том же Толедо, да? И строятся, видите, в том числе идут на строительство пышных, таких помпезных, политически очень важных построек, демонстрирующих, что в Эмирате всё хорошо. Ну, как вы видите, даже посольство мы обмениваемся с Византией. Это всё, конечно, хорошо, но... Но, но, но... Но реформы Абдара Рахмана Второго не достигают нужного эффекта. Они очень много ещё меняют в жизни Эмирата, но с главным Абдаррахман справиться не смог. Вот эти вот межплеменные распри в итоге раздирают Эмират, и Эмират входит в полусутяжелейшего экономического и политического кризиса в конце, во второй половине девятого, да, в начале десятого веков. Спасибо.